День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Продолжаем нашу программу. Абик Элкин и Александр Шунин в студии. И совершенно неожиданно придется продолжить темой ковида. Не он никогда, а не надоедает. Все время есть что обсудить. Жизнь подкидывает какие-то постоянные нюансы, связанные с коронавирусом. Например, волна заболевания и, скажем так, низкие темпы вакцинации напрямую отражаются, в том числе на работе Рижского русского театра имени Михаила Чехова. И сегодня с нами на связи художественный руководитель театра, режиссер Сергей Гламазов. Доброе утро, Сергей. Спасибо, что нашли возможность к нам присоединиться. Насколько нам известно, действительно указаны высшие проблемы, то есть сама болезнь как таковая, различные ограничения и низкие темпы вакцинации отражаются на работе малозрителей. Все готово. Ряд премьер, которые, грубо говоря, некому показывать. Так ли это? Так. Так. Сергей. Да-да, я здесь, я здесь. Да. То есть вот минут 10 я что-то говорил, а вы не слышали. Вы говорили, вы пропали последние буквально там секунд. Ясно, ясно. Бывает технически все несовершенно на свете. Собственно, последние 10 секунд заключали мой вопрос. Действительно ли отражаются низкие темпы вакцинации на работе спектакля? Нам известно, что ряд премьер в театре, и получается их просто некому показывать. Это очень обидно. Ну, я думаю, что такого рода результаты во взаимоотношениях с таким целевым потребителем наших спектаклей, они имеют не только отношение к Крымскому и Рижскому театру. Достаточно просто посмотреть на статистику гостиниц или отелей, или то, что происходит с кафе, ресторанами. Хотя с кафе, ресторанами благодаря жаркому лету может быть все попроще, то со всем остальным значительно все хуже. И да, естественно, на спектакле допускаются люди только с ковид-паспортами, а, к сожалению, статистика, количество людей, которые желают прививаться или уже сделали эту прививку среди нашего потенциального зрителя, русскоговорящего в основном, или зрителя, который потенциально ориентирован на наш театр, культурно, социально. К сожалению, статистика достаточно удручающая. И количество людей, которые имеют право посещать театр, имеют право приобрести этот QR-код, она очень маленькая. Поэтому я, естественно, любую возможность в средствах массовой информации, в разговорах с журналистами использую для того, чтобы как-то попытаться людей все-таки преодолеть предубеждения по отношению к прививкам и переступить через ощущение того, что вокруг них плетутся какие-то инопланетные заговоры вместе с этой прививкой, чтобы они все-таки эту прививку сделали и приходили в театр. Это, к сожалению, увы и ах, превратилось в достаточно серьезную проблему. Ну, июль, август, ладно, туда, сюда еще жаркая погода. Ну, вот сейчас наступает сентябрь, мы, конечно, посмотрим, какова будет статистика продаж, но хотя бы... Ну, вот такая у нас сейчас ситуация, она непростая, скажем так. Ну, это ведь все равно не останавливает театральный сезон, я так понимаю, будут новые спектакли. Как будут новые премьеры, будут новые спектакли. Мы как жили, так и живем в том темпе, в котором мы живем. Мы выпустили пять премьер, мы существуем в режиме нормального репетиционного процесса. Но очень не хочется терять зрителей, потому что мы существуем для них, во имя зрителя, ради них. Вот, и так далее, и так далее. И, честно говоря, мне бы не хотелось, конечно, вступать в какой-то конфликт с той группой людей, которые не желают вакцинироваться. Я не знаю, может быть, такие присутствуют и в студии. Но, честно говоря, выслушивая некоторые позиции людей, которые не желают этого делать, мне как-то хочется посоветовать им избавляться от каких-то мракобесных ощущений относительно вредности, прививки. И все-таки каким-то образом присмотреться к той реальности, которая нас окружает. У меня как бы есть опыт взаимоотношения с ковидом. Я и прививку сделал, и, к сожалению, после прививки еще раз переболел. Не самым простым штаммом. Поэтому я очень хорошо знаю, что... Дай бог, конечно, чтобы никто не заразился. Но все под богом ходим. И, как я заметил, идеология людей меняется очень быстро после того, как кто-нибудь из близких, не дай бог, заболеет ковидом или, не дай бог, заболеют они сами. После этого они все очень быстро идут прививаться. Поэтому, друзья, прививайтесь, наши потенциальные зрители. И приходите в театр. Да, цифры статистики, в принципе, аргументом не являются, пока не произойдет какой-то личный, к сожалению, в случае ковида, конечно же, отрицательный опыт. Но, однако, напомню, мы беседуем с художественным руководителем театра имени Чехова Сергеем Гламазовым. Как вы считаете, вот это массовое мракобесие, с чем оно связано? Ну, вы ответили на свой вопрос, собственно, своим же вопросом. Но мне кажется, это связано с какими-то домыслами, с какими-то, мне кажется, ощущениями, достаточно невежественными ощущениями от того, что происходит. Я не назвал бы это мракобесием, хотя местами это напоминает какие-то мракобесные формы. Но мне кажется, что это зависит, конечно же, от какого-то образования, от отсутствия опыта. Ну, такого рода отношения к прививкам. Понимаете, никто ведь не говорит, что эти прививки, эти вакцины совершенны. Понятно, что это не так. Они несовершенны, они на 100% не защищают, вирус мутирует, непонятно, какие там последствия против этих прививок. Ученые, конечно, там вирусологи работают, но на все нужно время. Но известны факты в первой половине 20 века, когда, скажем, я не знаю, как при Балтике, но в России в 20-е годы, когда выезжали так называемые прививочные комиссии в деревне, там, прививать против кори, оспы, коклюша, дифтерита. Крестьяне прятали своих детей и убивали врачей, которые приезжали делать эти прививки. Я понимаю, что сейчас до таких форм радикальных дела не дойдет, однако что-то общее в том, что происходит сейчас, в сознании людей, которые никак не могут понять необходимость сделать прививку, ну, разумеется, если исключены медицинские показания, такое тоже бывает. И тем, что происходило тогда, к сожалению, присутствует. Поэтому, слушайте, я как император Катон, каждое второе предложение буду, значит, говорить одну и ту же тупую истину. Коллеги, друзья, прививайтесь. Иначе жить как-то надо. Да. Вот такой вопрос хотел задать. Все-таки вы сказали, что готовятся новые спектакли, то есть будут премьеры. Все-таки, выбирая репертуар, вот пандемия как-то на вас влияла, не знаю, может быть, был соблазн сделать, не знаю, более легкие спектакли, там, в каком-то таком популярном жанре, чтобы народ пошел, ну, я сейчас, мы говорим, естественно, о вакцинированных, потому что, наверное, и те, кто вакцинирован, и те, кто любит театр, все равно сейчас, наверное, взвешивают. А стоит ли идти? Потому что, ну, во-первых, все-таки определенный все равно, есть какой-то процент, возможность заразиться. Во-вторых, ну, мы понимаем, что в пандемии не самая лучшая финансовая ситуация в семьях. Вот вы как-то вот это на репертуар повлияло? Ну, я не думаю, что это повлияло в буквальном смысле этого слова. У нас вышел, ну, такой, скажем, несложный для восприятия музыкальный спектакль, это концерт Раймонда Паулса, вот, но, надо сказать, было много аншлагов, и мы даже, мы думали, что мы отыграем блок в августе, но в результате назначили, поставили еще два спектакля в сентябре, и еще два спектакля в октябре, поэтому приходите. У нас, как бы, да, полный зал, аншлаги и так далее. Вот, но этот спектакль планировался давно, он планировался два года назад, к юбилею маэстро, поэтому я не думаю, что как-то связано с коронавирусом. Что касается дальнейшего репертуара, ну, Островский, Достоевский музыкальный спектакль по произведениям группы кино и Виктор Цой, да нет, я не думаю, что мы после этого как-то категорически стали тяготеть к так называемому легкому жанру или таким бантикам на репертуаре, нет. Но все-таки драматический театр, ну, предполагает какое-то серьезное, может быть, не без иронии, но тем не менее, все-таки разговор, связанный с какими-то серьезными темами, размышления, связанные с облегчением репертуара, ну, безусловно, да, они существуют, но повлиял ли он на то, чтобы делать больше соломных пьес или какого-то пусть даже хорошего бульвара, нет, нет, такого нет. Я думаю, что тот музыкальный, как бы, контент в нашем репертуаре, который на данный момент присутствует, выполняет ту задачу облегчения, которая перед нами стоит. А как показал опыт выйти из стен театра и делать какие-то постановки на других площадках? Ну, например, это был ресторан Калькюварта и площадка на Спорта 2 Ораторио. Вы опять на секунду пропали. Да, выйти из стен театра, на других площадках попробоваться, вот Калькюварта, Ораторио, как себя показал эксперимент? Во-первых, понял ли зритель, понравилось ли вам самим продолжить ли эксперименты? Я думаю, что да, потому что это были такие жанровые пробы в сотрудничестве с другими площадками, как бы и новыми пространствами. Тут есть одно преимущество, там все-таки камерное пространство и нет необходимости каким-то образом заполнять большой зал, поэтому у нас там аншлаги. Продолжать это необходимо. Вы понимаете, мне кажется, и у Даны у меня в этом смысле одно мнение, что это надо продолжать делать. Это очень интересный, кстати, опыт, очень неожиданный. Вот, кстати, нас к этому подтолкнул во многом коронавирус. Вот, я как человек, выросший в театральной студии в Москве, с радостью готов экспериментировать, играть в спектакли во дворах, на крышах, в электричках, в такси, автобусах и где угодно. Это совершенно замечательно. Вот, что касается этих площадок, то у нас там, слава богу, все в порядке со зрителем. На нескольких спектаклях вперед проданы билеты. Это, безусловно, приятно слышать. А вы упомянули, что коронавирус в том числе подтолкнул вот к каким-то таким экспериментам в плане площадок. А как еще может отразиться чисто постановочно корона на театре? Станет ли частично спектакль играться удаленно, например? Ну, кто-то из артистов находится в это время в другом пространстве, а не на сцене физически. Вы знаете, я небольшой поклонник вот такого рода альтернативных жанров. Нет, можно, конечно, экспериментировать и строить спектакли в зуме удаленно. Тут какое-то, вы знаете, тут началось какое-то безумие, связанное с выкладыванием в сеть огромного количества режиссерских шедевров. И, так сказать, там режиссеры стали ставить какие-то экспериментальные спектакли, читки в зуме, в интернете. Это все прекрасно, наверное, но это все не имеет никакого отношения к драматическому искусству. Это, возможно, какие-то читки, это какой-то кинематографический материал. Я пытался стать усидчивым зрителем такого рода форматов, но, честное слово, я в какой-то момент поймал себя на мысли, что медленная ползущая по стеклу муха привлекает куда больше моего, скажем, внимания и интереса, чем какой-то шедевр, пусть замечательный шедевр, Костелуччи на каком-нибудь авенеонском фестивале. Ну, правда, это немножко другое искусство, это совершенно неведомый мне формат, который предполагает другие технологии, другие навыки. Театр — это непосредственное сиюминутное физическое общение со зрительным залом, с актерами. Это что-то такое, что существует здесь сейчас и сию минуту. Как только мы переключаемся на экран, как только мы переключаемся в сеть, в зум, это уже что-то совсем другое. Совершенно другое. Поэтому, конечно, ни о какой замене речи быть не может. Если говорить о переориентации профессиональной, ой, нет, вы знаете, мне это просто неинтересно, если честно. Нет, но если нас всех совсем закроют, ну, тогда, может быть, имеет смысл. Но это уже не театр, это уже что-то другое, это уже какой-то особый жанр, которое требует своих навыков, своего ремесла, своих технологий. Потому что вот эти вот поделки, которые я вижу в зуме, но ничего, кроме сочувствия и сострадания, честно говоря, они не вызывают, хотя иногда вызывают, так сказать, уважение. Но этим, как правило, занимаются не профессиональные режиссёры, а не профессионалы, театроведы, театральные критики, всякого рода, так сказать, люди, которые решили себя попробовать в этом жанре, люди, которые, как правило, в театре достаточно беспомощны. Ну, вот у меня какие-то такие ощущения. Жёстко, достаточно жёстко. Хорошо, Сергей, огромное спасибо, что уделили нам время, к сожалению, оно истекает у нас в эфире. С нами был на связи художественный руководитель театра, Рижского театра имени Чехова, Сергей Гламазов. Желаем, от всей души, желаем, конечно, вам успеха и больше зрителей, привитых и здоровых. Спасибо, хорошего дня. Мы удаляемся на недолгую паузу, после которой у нас, конечно же, новый гость, и мы продолжим разговор о том, что происходит с русским вещанием ЛТВ-7, потому что были разговоры, были планы, были решения с 1 сентября уйти полностью из эфира в сеть, однако этого не произошло, поэтому с главным редактором русского вещания ЛТВ-7 Екатерины Сафроновой мы побеседуем, расспросим ее о том, что на данный момент происходит на ЛТВ-7. Оставайтесь с нами.